у нас охота на утку всегда начинается с утренней зорки и вот сегодня мы еще затемно поспешили на свои номера а на небе не было ни одной тучки вид восходящего солнца на горизонте восхищал нас своей красотой и дарил надежду на удачный охотничий день не успев занять свое место как вдруг недалеко от нас тишину болота нарушил первый за это утро выстрел и еще буквально одну минуту назад я думал что одеться надо было теплее так как уже не лето и утро казалось довольно таки холодным и спать мне хотелось так как в лагерь поздно ночью приехали и спала всего пару часов но после этого выстрела все эти эмоции как рукой сняло теперь азарт и адреналин полностью заполнил головы охотников надежда увидеть ту самую первую налетевшую на тебя утку заставляет крутить головой на все 360 градусов но пока удача была на стороне других охотников и нам оставалось лишь дать а вот и первые утки зашли к нам на круг сердце в груди защемило а в голове безудержная радость казалось бы это обычное дело для охотника но по какой-то непонятной причине каждый налет утки доставляет нам массу эмоций но стая вывернула к николаю и он добыл первую на сегодня в нашей компании утку табун разлетелся в разные стороны и одна из них прилетела на нас но как говорится в нашей компании первый выстрел у охотника был пристрелочный и утка полетела невредимая но шурпа в обед уже точно будет и это добавило улыбок на наших лицах последующий час так и не подарил нам больше налетов утку мы наблюдали только на горизонте возле нас туда-сюда по воде шуршала болотная курочка хоть и легкая добыча была но так как не поднималась она выше камышей стрелять было нельзя вот и зорька закончилась хоть и простояли не добыв ничего но мы не расстраивались далее следует целый охотничий день где мы сможем добыть свой долгожданный трофей и получить море позитивных эмоций теперь нам надо было собраться все вместе и начать протаптывать болото но вот удача прям в нашу точку сбора налетел здоровенный крыжи пыльной и вот у нас еще одна добыча правда осталось его еще найти чтоб не потерять место падения сашка и николай остались на точке откуда не видели падение утки и направляли остальных охотников в их поисках а такой метод помог довольно быстро найти нашу добычу ну что ж начало удачное а отдав все лишние вещи николаю в лодку мы пошли в лук болота упасть в таких местах не проблема главное потом не забыть почистить ствол от грязи сегодня я пошел с группой которая должна была пройтись по самым труднодоступным местам чтоб поднять всю утку которая пряталась по всевозможных местах на болоте главное наша цель не столько добыть утку сколько своим шумом поднять ее на крыло чтоб охотники на номерах добыли еще хотя бы пару штук на шурпу да и чтоб было что домой взять но на первом участке мы так и не смогли поднять ни одной утки мы переходим второе место здесь нет львов здесь рыбы нет здесь рыбы нет а вот здесь рыба есть я думаю что может караси конечно а так не пара не мороза иногда вдалеке в небе мы замечали табуны уток как же хотелось чтоб именно к нам они налетели как же хотелось чтоб именно к нам они налетели а ласточки только налетают хорошо плохо и не легкая эта работа выманивать утку на номера но в тот момент мы особо не чувствовали усталости ведь понимание того что из под самых ног каждую секунду может сорваться шумом здоровенной крыжи не давало нам задуматься о всяких других мелочах и вот долгожданный выстрел вдалеке и сразу доклад одного из номеров что выстрел был удачным ну что ж усилия не прошли даром но далее нам предстоят еще сложнее участки и и хочу заметить что вот такие заросли в которые мы сейчас упёрлись не стоит пробовать проходить Так как пройти по воде невозможно, а вылезти на них не выйдет, так как они не выдержат ваш вес. И поэтому просто постарайтесь обойти этот участок, чтобы уберечь силы и ваши нервы. Иногда мы встречали места утиной дневки, где мы поднимали птицу и она оставляла после себя перья на воде. Субтитры делал DimaTorzok И в этот раз утка прошла мимо нас. Неприятно осознание, что ты можешь с головой сейчас уйти. Пойдем, сразу начинаешь топить. И вот пройдя немалое расстояние, ноги уже не особо слушались, а сердце с непривычки постукивало все тяжелее и тяжелее. И поэтому было решено возвращаться к месту, где нас могут забрать на лодке для дневного отдыха. И как полагается в таком случае, мы попробовали пройти самым коротким путем. Понял, что у нас просто так сделается. Как вам местные болота? Матличные, хорошие такие. Водичка сбежает. В пяти правда тяжеловато. Тем временем сил уже совсем не оставалось. На вертолете желательно. Да, нелегкая работа загонщика, но в то же время весьма увлекательная. Чего сидим? Иди, иди, я бы снова сиди. Ты пошли. Тебя надо домой провести. Тебя надо домой провести. Тебя надо домой. Рennen третии. Тебя надо домой. Тебя надо OP. Тебя надо домой. Тебя надо дом. На каждом таком участке шанс уйти под воду был весьма велик. Но как вы думаете, что в этот момент волнует охотника? Теперь между большой водой и нами остался один участок зарослей. Но это были сплошные плавуны. Давайте в лагерь его оттащим, будет как матрас. Офигеть. Тупо блин, Моисей. Кусочек острого от дерева. Чувствую контент, сейчас будет хорошее видео. К счастью все обошлось и мы добрались до места, где наш дед Мазай с помощью козырного весла смог подплыть за нами на своей лодке. Чуток отдохнув в лагере, я не Николай и Артур решили протоптать другую часть болота. И как оказалось, эта затея начала приносить плоды уже с самого начала. Вступайте в мои группы в соцсетях, там вы найдете для себя много полезного, а также выставляете там ваши трофеи и возможно уже в следующем моем видео вы увидите именно вашу фотографию. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!